Субтитры делал DimaTorzok 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 Основное строится на создании эстетического опыта, то есть в случае с Art and Science мы познаем какие-то концепты из области науки, из области философии и какого-то знания через эстетический ум. Это не то, что напрямую какая-то визуальная репрезентация научных данных, это довольно простая вещь, но это скорее более сложные взаимодействия, то есть на представленном сайте мы видим различные сравнения бактериологических колоний, чисто их эстетического внешнего вида, например, с тканом нейроактивности мозга. То есть, например, если для науки это совершенно две разные области, но чисто визуально, когда вы их воспринимаете, это может показаться похожим, и человек может начать искать между этим что-то общее. Говоря о возможных стратегиях Science Art, я имею в виду, то есть с какими подходами люди в это вообще приходят, то есть скажут, что наука это что-то такое лабораторное, проведено какое-то исследование, допустим, мы его как-то репрезентировали. И на этом Science Art ограничился, то есть что-то такое внутри лаборатории. Но если подумать, то есть это может быть работа с метафорическими какими-то концепциями, ну то есть просто апприация научных методов, то есть когда искусство берет, использует научные методы с целью создания вот именно произведения искусства. Ну, например, самое важное, это какого-то критического подхода. Также есть, например, спекулятивный подход, то есть когда вы имитируете научность. То есть если наука сама довольно академична, то есть все, что спекуляция, то антинаучно. Но в рамках искусства вы можете подволить себе спекулировать насчет разных научных концепций. Медиархеологический подход тоже очень интересный. То есть медиа это в принципе любой диджитал и аудио и что угодно, то есть это работа с таким уже предописанным контентом. Ну и среди всех остальных мне показалось, что вот как бы интересные такие, может быть, не самоочередные подходы, это, то есть здесь указано, например, DIY политическое высказывание. То есть, например, мы можем вообще выйти в такую эферу. И на картинке вы видите пример создания как бы ювелирного украшения, которое мешает камерам с системами идентификации лиц считывать ваше лицо. То есть в принципе, например, вот мы можем пойти вообще в такую область. То есть это даже не просто какое-то высказывание насчет борьбы с технологией или там противопоставления себя технологии, но даже мы можем в принципе выйти уже в какую-то политическую область. То есть насколько это приемлемо, этично, ну то есть с помощью произведения искусства мы задавим вопросы по поводу использования каких-то технологий, например. Но это как бы один из возможных подходов. Самое главное, что нужно здесь понимать, что искусство и налога здесь находятся, ну в сайенс-арсе в идеале и вообще должны находиться в равноправном положении. То есть ситуация, когда художник просто берет какие-то научные данные, ну то есть ученый делает определенные исследования, и потом художник просто как-то на свой вкус проинтерпретировал их. Окей, но это, наверное, не совсем то, к чему стремится сайенс-арт. То есть это должна быть коллаборация и взаимодействие. То есть ученый не должен быть просто как бы исполнителем какой-то базы, с которой вы потом работаете. А художник должен понимать, ну понятно, может быть, не до конца, но на довольно серьезном уровне понимать, с чем именно он работает. И из основных, ну это я так называла, направления, если честно, направлений-то можно выделить сколько угодно много внутри сайенс-арта, но если попытаться, ну то есть попытаться предпринять попытку как-то очень, хотя бы несколько основных каких-то крупных групп и направлений искусства выделить, то можно говорить о дата-арте, то есть это работа непосредственно с данными, то есть интерпретация, ну то есть любых данных, то есть баз данных, в смысле как это воспринимает программирование, ну то есть данными, может быть, что угодно, то есть тексты, базы изображений и все в таком духе. Био-арт подразумевает, ну это довольно, наверное, очевидно, подразумевает работу с биоматериалами, с херемией, и работа арта — это создание как бы вот автоматизированных, механизированных каких-то систем в целях искусства, вот, и, например, может идти к херем, и довольно, может быть, ну некоторые там примеры, может быть, попсовые в каком-то смысле, но мне кажется, что они довольно наглядно как бы демонстрируют то, о чем он говорит, то есть, например, пример произведения в духе работе карт, то, что вы видите, ну, понятно, видите людей в экзоскелетах, но здесь мы выходим дальше, потому что помимо того, что искусство просто берет какие-то научные методы, начинает с помощью них что-то создавать, мы также можем вот это наукообразное нечто начать презентовать с помощью художественных методов, то есть то, что здесь представлено, это перформанс, то есть если, ну, если как бы просто описывать, что происходит, группа людей снабжена экзоскелетами, то есть это работа карт, потому что у нас есть абсолютно технологичная вещь, которая надевается в вас сферу, но смысл заключается в том, что они не руководят своими движениями, и их движениями в данный момент руководит экзоскелет, и там весь перформанс состоит в том, что они как бы собраны вместе, и их движения синхронизированы в такт определенной музыки, то есть у нас тут так все закрутилось, у нас есть технология, то есть какой-то роботизации, чего-то технического, и вышли на совершенно какой-то, ну, совершенно современную такую перформативную практику. Ты можешь принять человека. Вот этот пример, мне кажется, вот он такой самый прям попсовый из всех, ну, то есть мы приводим его как пример и арта, то есть artificial intelligence art, ну, искусство, искусство, искусственного интеллекта. То есть это история за созданием лекарственных, если в том, что, если там не на каком уровне вы понимаете, как работает искусственный интеллект, я, может быть, тоже не очень глубоко, но я вам объясню. Нейросеть тренируется на определенном пуле картин, то есть играется база данных произведений искусства определенного времени, временного периода, определенной техники, и нейросеть как бы тренируется их узнавать и такие картины имитировать. И вот, и тут тоже есть такой момент перформанса, очень много в этом всем перформанса. Эта картина была представлена на аукционе как просто некоторая вновь найденная как бы картина, и нигде не афишировалось то, что она была создана как бы, в общем-то, всем, то есть не человеком, как у нас говорится, не биологическим агентом. Ну, то есть, например, вот такой момент спекуляции, что можно ли там обмануть людей, и то, что создала технология, то есть человек поразил технологию, технология поразила что-то искусство подобное, как люди будут к этому относиться? Это тоже довольно известный пример. Художник, художник, он меха, телемеханика, балдец, у него очень много произведений в направлении жанры, даже не знаю, как показать, телемеханика. Но то, что представлено здесь, это образец биоарта художника Дон Стелларк, и, по-моему, образование просто называется «третье ухо». То есть вся художественная работа заключается в том, что он вырастил, в общем-то, на себе физически прямо от третьего уха, то есть синтезированный человеческий орган, и человек, как художник, в данном случае задумывается о том, может ли он с помощью технологии начать совершенствовать себя. Ну, понятно, что наука работает с каким-то таким более, наверное, этичным, более рациональным совершенствованием, то есть работать над лечением каких-то дефектов, над устранением каких-то последствий болезней и чего-то такого в этом духе. Человек просто использует технологию выращивания органов, любых органов и тканей человека, как способ подумать о том, а могу ли я просто вырастить на себе что-то, чего не должно быть, и как это будет выглядеть. Да, мы действительно можем сказать, что это просто выращена форма. Ну да, Маша правильно сказала. Просто, чтобы спекулятивный момент заключается в том, что, конечно, ухо как бы не до конца настоящее, то есть это просто мягкие ткани, ухо, но это, конечно, ухо там ничего не слышит. И, например, внутри тех условных трех направлений, которые я показала вам до этого, можно их членить без конца, как бы бесконечно. Например, оптическая искусство, я так понимаю, это Аллафур Элиас, это вот созданная такая оптическая иллюзия в Версальском дворце. То есть Аллафур Элиас, он очень много работает над как бы пространственными какими-то иллюзиями, какими всякими вещами. То есть, как вы видите, помимо как бы того, что я назвала Data Art, Geo Art и Robotic Art, то что более крупные общие категории, можно начать в зависимости от использованной технологии, как бы членить до бесконечности и все больше и больше выделять в каких-то поднаправлениях. Здесь мы работаем с оптикой, с оптическими людьми, значит, возможно, это оптикарта. Также, например, из неназванного и неуказанного есть еще кинетическая искусство. Ну, это как подраздел работе карты, но когда мы уже начинаем управлять и запускать какие-то механизмы, получается, которые управляют каким-то образом системой. Вот, наконец-то, архитектор, мы дошли до этого момента. Теперь рассказ, значит, о том, что вот я вам показала какие-то шикарные, чудесные, великолепные, общепризнанные и, может, кому известные произведения. И особенно вот как бы для студентов-магистров ИТМО, которые хотели бы сделать свой выпускной проект как арт-объект, встает вопрос. Но эти произведения, они такие как бы огромные, замечательные, великолепные. Как же я смогу такое что-то сделать? Ну, то есть это как бы довольно такие авторитарные такие вещи, такие серьезные, такие большие, так много работы. И, может быть, кто-то подумает о том, что я недостаточно готова для того, чтобы к этому присоединиться. Это, кажется, довольно сложная задача. Вот, собственно, почему меня поставили архитектор? Вот, потому что я на самом деле архитектор. Как мы выяснили, много кто здесь архитектор. Удивительно. Я, не знаю, первый раз такое вижу. Я тоже. Ну, то есть обычно приходят из области сайенс, приходят какие-нибудь прям ученые, или биологи, социологи, там, политологи. К нам тоже приходят архитекторы, как мы вы не приходят обычно никогда. Вот. Я сама архитектор, и я начинала с, конечно, не с сайенс арт, чтобы я так сразу вошла в сайенс арт. Я начинала просто с медиаискусства и с участия в фестивалях светового, аудио-визуального искусства. Это просто как бы создание каких-то инсталляций, создание каких-то интерактивных произведений. Вот. И все больше и больше, как бы я сталкивалась с использованием... Чем более сложные произведения вы создаете, тем более сложные технологии вы начинаете пользоваться. Чем больше человек в класс-команде. Чем больше человек в класс-команде. Да, есть такое тоже. Кстати, тоже, между прочим, черта сайенс арта – это инстердисциплинарность, потому что сотрудничество происходит там не обязательно между одним ученым и одним художником, а совершенно у вас может быть рабочая команда из ученых, которые работают вообще в разных областях, и это только как бы поможет вам создать более интересный проект. Мы ставим здесь инсталляции, которые, получается, у вас слева. Это была инсталляция с интерактивными датчиками, то есть в данной инсталляции, вроде все чудесные глаза, они следили за перемещением человека. То есть вы находите в комнате, которые создают ощущение того, что давай не сидят. А та, что справа, – это стердивантовые металлические структуры с навешанными на них программируемыми светильниками. Вот, такие вещи. Но, как бы, все это чудесно, но ничего из этого не станет стараться. Поэтому, как бы, стремясь, чтобы усложнять все эти произведения, стремясь у них нести какое-то исследование, потому что эти вещи, они… Ну, вот, наверное, о чем говорить. Есть такой термин, как, например, инстаграма-емкость. То есть вот такие вещи, почему там это, как бы, не сайнс-арты, может быть, не очень высокоискусство, потому что оно, тем не менее, включает использование технологии. То есть недостаточно просто использовать технологии, чтобы считаться тайным художником. То есть, понятно, что тут есть программированный сет, тут есть программированный датчик слежения. Вот, о чем я начала говорить, про понятие инстаграма-емкости, в том плане, что очень многие вещи создаются для того, чтобы быть развлечением буквально на пять минут. Ну, то есть, это интересно, постоять, посмотреть там пять минут, фотографироваться и все. Но настоящее произведение искусства должно, как мы уже говорили, когда мы рассматривали, чем отличается искусство от науки, как бы должно провоцировать человека на размышления, и даже в каком-то смысле оно должно предложить человеку мысленный эксперимент какой-то. То есть, сфотографироваться рядно-стящейся вещью – это не очень-то мысленный эксперимент. Но получается, что должна добавиться какая-то дополнительная глубина за счет того, что вы предлагаете встречу вместе с вами, подумать о какой-то концепции и, не знаю, развить какую-то мысль. Вот. Поэтому я на сайм-сапте. Поэтому я решила, что мне нужно что-то более сложное, чем просто архитектура. Ну, то есть, это моя такая личная как бы траектория. Ну, просто в архитектуре все замечательно. Это тоже как бы очень там есть про эстетику, про технологию и все, но это не все. Вот. И это вот мои группы, которые из них присутствуют здесь. Все. Мы первый курс третьего набора магистрской программы арт-дизайн. Вот. И чем мы занимаемся, чем мы как бы изначально отличались, может быть, от других магистратур КМОР, тем, что на нашей магистрской программе в качестве выпускной квалификационной работы вы можете выполнить арт-проект. У нас есть чудесная галерея Адд Мори Резиденси. И там, например, недавно проходила выставка выпускников этого года в магистрской программе. То есть у нас есть возможность, то есть мы нацелены на то, чтобы работать, создавать произведения и имеем возможность их экспонировать. И как бы финалом всего нашего обучения будет экспонируемый объект. Вот. Ну тут есть информация о некоторых представленных на выставке режиме доступа проектах у выпускников. То есть есть и как бы экоактивистки, рассказывающие о исчезающих видах растений, и такие немножко спекулятивные, веселые, с более шутками, как совершенно размышления уже с такой более биологической какой-то направленности. Вот. Это вот, например, презентация на тему как раз оптикарта, о том, что мы говорили, с работы с оптикой. Вот. И симуляция вот телехаптика, о том, что я говорила, телехаптика, это как сказать, имитация взаимодействия на расстоянии, наверное, То есть представьте ситуацию, когда вы что-то где-то трогаете, и сигнал о том, что вы что-то потрогали, передается на расстоянии, и может быть его может почувствовать другой человек, или это что-то меняет в среде, которая находится на удалении. И тоже один такой проект был... Да, для новых встреч. Вот. Я просто это к чему говорила? Особенно для... О том, что проект не обязательно должен быть какой-то сильный... Ну, то есть grand scale в том плане, что он должен быть объемный, большой, а в том плане, что так как мы пользуемся научными методами, простым проектом, старт-объектом, может быть прототип. То есть вполне себе можно попрототипировать, то есть представить себе какую-то ситуацию, попытаться ее симулировать с помощью искусства, то есть создать такую игровую ситуацию, тем более, что на выставке у вас будет, так как там есть зрители, у вас есть возможность посмотреть, как люди реагируют на то, что вы создали, или, например, вот проект, который спала, с которой шикарные комбучи в этих синих колбах, это чайный гриц. То есть это данная итерация проекта, девушке Лора Родитис, представлена как work in progress, то есть это просто маленький тест технологии для того, чтобы в будущем попробовать сделать гораздо более большой проект или более большой сервис, то есть берется какое-то, как сказать... Это обследование. То есть да, у вас есть большое-большое исследование, большая-большая цель, и этап этого исследования представлено эстетическое и художественное может быть арт-проект. Вот, и теперь вот, как бы, решаю о том, что магистранты ИДМО могут присоединиться к нашей программе «Магистрантная квалификационная работа» как арт-проект, то есть теперь это доступно для всех, для независимости от того, на какой магистратуре вы учитесь. Вот, можно писать. Самое главное, что у нас есть дедлайн. Это не так просто. То есть возможность шикарная, но первую концепцию нужно будет представить до 30 октября. Сейчас Маша об этом расскажет подробнее, она расскажет, что зачем, до такого часа. Но тем не менее, погладиться не стоит, потому что полную спецификацию нужно будет представить где-то ажи. И у нас будет открытый Арбен Сайенс студенческий клуб. Я так понимаю, что в него могут приходить студенты вообще любых университетов. Он будет совершенно открытым, то есть вы можете за нами следить. И там как раз мы планируем, из этого мы планируем устроить площадку для поиска коллабораций, потому что чудесно, мы рассказали ученым о том, что у них есть возможность с нами поработать, а где познакомиться с художниками. А вот где. То есть мы его анонсируем в ближайшее время. Ну, и еще в рамках ПКРКРФ у нас будут проходить еще один человек. Ну, и, наверное, сейчас мы с тобой спросим, да? И я пока готова к другому презентации. Хорошо. Окей, я готова ответить на ваши вопросы, если у вас какие-то вопросы. Да. А какой уровень подробка должен быть? Специалисты просто, например, у меня знания программера не очень есть. Ну, вы можете коллаборировать с кем-то, у кого есть другие знания. В этом-то как бы и смысл. В том плане, что вы специалист какой-то отдельной конкретной области. Ну, то есть тяжело представить, что вы будете специалистом сразу во всем. Вы сможете там и эстетику, и механику проработать. И в этом как бы и смысл, что у вас есть какое-то предложение или какое-то исследование, которым вы работаете в магистратуре. И вы можете просто найти себе коллаборантов, то есть кто-то поможет вам с теми частями интерпретации финального объекта, с которым вы сами не справитесь. И там можете вообще без художника даже поработать. То есть если вы считаете, что вы сможете сформировать какой-то статистический объект без участия нас или художников, то у меня тоже такое может быть. То есть если вы чувствуете прям потребность в том, чтобы вам актуально помог художник, чтобы это выглядело красиво и чудесно, то можно представить себе команду художников. Да, и вообще составляет это в том, что все объединяются, потому что одному иллюстратору нельзя будет предлагать на элитаре, чтобы вы добиться с драмы. Да, другими эллюстраторами и сделать более такой, не знаю, более главальный тракт. Ну просто у нас тоже есть корыстная заинтересованность, потому что мы все на Арт и Саймс, мне кажется, ученые-художники по фолам, но у нас очень много, например, художников, и нам бы в пару каких-нибудь еще. Мы бы так хотели с ним порношаться. Потому что у художников есть еще ряды, потому что, не знаю, полгодируясь людьми, которые больше знают какие-то технологии, которые вот это действуют, которые с драмами тоже. Вот. И сейчас тогда я, если есть какие-то вопросы, можно задать Ксении, и дальше я когда уже поподробнее расскажу о каких-то художниковых актеров. Да. 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 Всегда Ксиша послела с Куфеем, спрашивали в Инстаграм, можно ли с ней дружить. Вот. Так что... Да. Этот клуб, который он в конце, он получается для участников, им должна уже быть семей бакалавра. Не обязательно. Это вообще в принципе студенческий клуб. У нас как бы есть рассказ про Аркан Сайенс, чтобы с ним познакомиться. У нас есть программа для магистрантов, которую мы очень продвигаем, потому что мы сами магистранты, и нам очень нужно знакомство с учеными, и мы надеемся, что учены нужно знакомство с нами. А Аркан Сайенс Клуб – это просто студенческая площадка для общения с вот как бы. Ну, в общем и целом, на тему Аркан Сайенс. То есть, может быть... Есть ли какие-то там странички? Есть ли у нас страничка? Она будет. А я сказала, да. То есть, это абсолютно как бы для любых студентов, в принципе, вне зависимости от вашего направления. То есть, если вам просто интересно об этом что-то послушать, или если у вас есть прям четкая задача, что вы хотите найти кого-то, с кем вы хотите работать. Ну, точно. Ваша вербалась и пропичала. Может, где-то еще есть вопрос к сети? Нет, пока Ксения утром нет. И тогда чуть-чуть поподробнее расскажу про инициативу самому диплом как арт-проект. Как уже сказал, Ксения, в ней может участвовать любой студент с инфраструктурой, но независимо из-за специальности. И какие будут плюсы от того, что вы участвуете в этой инициативе? Вы сможете поработать в команде с художниками и поколуберировать с ними. Сможете создать художественное произведение через исследование научных разработок и использование новых технологий. И представить ее широкой аудиторией на выставке. Ксения показала, как раз, что у нас есть такой метод арт-проекта. То есть вы защитите ПКР как проект. И в итоге сможете получать в этой инициативе. Вот. Также вы сможете расширить возможности профессионального применения, получить знания и навыку. То есть, допустим, выработать техник. И вы запрограммировали робо-румку, чтобы она не только подавала код, но, например, еще рисовала. Например, какое-то такое у вас будет исследование. Ну, я привожу такой симптом к лен. Для того, чтобы вы понимали, что это будет такая классная возможность для того, чтобы расширить свои профессиональные акты. Итак, что же значит такое диплом ККР-проект? Очень важно, чтобы ваш проект, который вы будете подавать, ну, в общем, когда вы будете подавать заявку, нужно, чтобы он обладал художественной составляющей, чтобы у вас была какая-то оригинальная концепция, ну, в итоге какое-то визуальное воплощение. Нужно, чтобы была научно-исследовательская база или какая-то научная теория или разработка. Возможно, вы пойдете как раз от этого, либо вы идете к какой-то концепции, либо от научной разработки, и думаете, возможно, как ее можно окакнуть, как можно ее представить в каком-то новом варианте. Возможно, у вас есть какая-то ваша собственная философия, и вы можете ее соединить с вашим именно вашим научным исследованием. После того, как вы решили, что у вас есть какая-то задумка, вы можете уже понять, какие для вам вам для этого нужны технологии. Поэтому как раз очень важно объединяться в команде и делать такие проекты, в которых задействовано много специалистов. Что нужно учесть при подготовке диплома как от проекта? Да, вот я сказала, что нужно обязательно делать диплом как от проекта в команде. Да, вам необходимо будет продемонстрировать уровень подготовленности к самостоятельно-профессиональной деятельности, то есть вы делаете какой-то общий проект, и если, например, вы очиститесь на IT, то вам нужно обязательно показать в этом дипломе, что ваша часть этого проекта посвящена IT, потому что оценку все-таки вам будет ставить, будет ставить за вашу специальность. Но большим плюсом будет то, что художественная часть ВТР-по-матер-проекта будет оценивать члены экспертного совета, и это тоже принимается к сведению комиссии, то есть, возможно, у вас будет очень красивый визуальный, визуальный, статистический проект, или там с какой-то очень крепкой концепции, и это тоже будет очень большой плюс. Так, что необходимо сделать уже на этом этапе? То есть до 30 октября. Нужно объединиться в команду, нужно описать концепцию проекта. Как концепция? Краткое описание технической реализации проекта. До 30 октября необходимо прислать заявку на участие, и приложить референсы, либо скетч, либо какие-то небольшие визуализации, то есть это не должна уже прям финальная отработка вашего проекта. Да, эскиз – это концепция, как будет технически предварительно, как это будет выглядеть, и да, какие-то эскизы. И если возможно, согласовать свою тему с руководителем, если сейчас это пока невозможно, то да, кто уже после 30 октября. Да, вот заявка. Да, друзья, мне нужна пока что детальная проработка проекта. Ваши заявки будут рассматриваться представителями экспертного совета. Вот, это экспертный совет. Да все, ты ничего про меня. Такая волна, если я взялся. А, я уже предоставила. Ну все, я не любилась, я не любила. Я просто хотела сказать, что у нас есть еще представитель, она есть на 10, и мы можем подробно ознакомиться с экспертным советом, с теми подробностями того, о чем мы сейчас доказываем. и ссылка к результату лежит на Google Деске. Google Деске есть у нас либо в посте ВКонтакте, либо в Инстаграме, в шарфе профиля. Тайм-поедель. И поэтому еще не любит. Значит, я хотела просто рассказать еще про таймлайн. То есть сейчас нам нужно будет до 30-го числа прислать заявку. До 17-го ноября будут рассматриваться заявки и экспертным советом, который мы уже смотрели. Это был первый этап. После того, как вы пройдете первый этап, работы, которые отобраны, тогда уже нужно будет предоставить мету, технический райдер, свой календарный план. То есть на первом этапе это не будет. Я, потому что первый этап, он будет отобраны. Да, 10-го октября будут объявлены уже объявлены результаты второго этапа. Первая неделя, начало марта, это просмотр, проверка готовности проекта. То есть как у вас будет. Это очень хорошо. Потом монтаж первой недели мая. Тогда 7-го мая у вас будет защита. И уже 20-го мая, 20-го июля будет выставка пространства ЭР. Это от Морис Менси. И это рабочая группа экспертного совета. К ней вы можете обращаться по каким-то вопросам. И в частности к Лине. Мы не длинного назвали. Ко мне. И к Алексею Писькову вы можете обращаться по техническим вопросам, по консультациям. Если у вас есть какие-то проблемы с пониманием того, как это нужно воплотить, или там есть нужных людей, с кем вас везти, то это тот же Колесей Письков. Это вот как раз визуально то, что я говорила, где вы можете найти ссылку на презентацию. Можно зайти в Инстаграм. И в Инстаграм в шапке профиля у нас есть Таймпэр. И вот здесь как раз... Я даже ничего не вижу. Здесь как раз будет ссылка на Google Диск, на презентацию, либо в ВКонтакте тоже вот здесь есть пост, и там прикреплена ссылка на презентацию. И там же там прикреплена ссылка на заявку. Так, как с нами связываться? Если у вас есть какие-то вопросы, можно, во-первых, писать на почту artsobaka.ru, либо можно найти презентацию, сканировать код, и зайти в Телеграм, в чат, в ВКРК как проект. Это чат, там можно написать свои вопросы. Надеюсь, тут там, там зайдет. Вот. И... Да, в принципе, задавать там свои вопросы. Также мы будем проводить еще другие акции, которые посвящены нам ВКРК проекту. Ну, либо вы еще можете связаться там со мной или с Линой. И у вас Альбаннесс? Да, если у вас есть... Есть еще какие-то вопросы, либо Линя, либо Линя, либо Линя. Может быть, Линя тоже добавит какую-то информацию о том, что это? Мне, на самом деле, кажется, тут было очень много всякой информации. Я хотела сказать единственное, что если вы боитесь того, что у вас нет команды сейчас, они, и у вас просто есть желание участвовать в ВКРК, и делать в ВКРК проект, можете написать на мою почту, и мы вас соединим, например, с вашими администрациями, с ними этого года, потому что им очень много и будет когда надо сделать что-то, у них несколько идей, и, может быть, какая-то ваша идея будет вам очень понравиться, может быть, может быть, в ВКРК. Сейчас было, что 20-й год до 20-й июля, и будет в ВКРК. То есть получается, что мы не у кого-нибудь уже в ВКРК. Да. Да. Это может быть, это может быть, 22-й. Нет, 22-й год. А, да. Простите. Да, 22-й год. Получается, и сна по 1-му. Я думаю, сколько вы покупаете? У нас тоже. Ну, то есть это значит, у нас эта программа будет действовать на следующий год, вы можете... То есть, это имеется в виду, что для тех, кто выпускает сейчас, именно вывести эту эволюционную работу, они могут делать идея проект. Но у вас будет следующий год, иначе вы можете получать... А, да. Да. Я думаю, что это просто... Ну, то есть получается, мы сейчас такие прегрегированные на одном сайте, потому что мы это так все время можем делать. А вот, если у нас пригиб, когда вы по пути, это вы не могут так, а это дальше будет просто. если допустим, я делала работу в течение двух метров, вы должны участвовать в течение, да. Это слово, да. В этом месяц мы в течение собрались. Потому что у нас да, в течение даже много, то есть, ну, можно очень правильно быть. так что, так что, как раз, это все ровно в том, чтобы вы тоже прекрасно узнали об этом заранее, вы там, на следующий год подумаете об этом точно серьезно, чем вы можете просто познакомиться с теми. в течение двух метров, в течение двух метров, начать заработка, но это тоже здорово, потому что бывает, что где-то требуют долгого, естественно, да. вы не приговорили, когда вы возвращали муха, сколько, 15 лет, по-моему, прошло, ну, конечно, сейчас все быстрее, не буду вас спугать, но да, просто у него припроб, большие, вот, у нас у меня девчонки, они жигали на муха, она не переживалась, и в течение двух метров, он может прийти на голос, вы не могут раздавать, вы не могли просто. Хорошо, что будет спрос? Да, спасибо. Значит, у меня есть искусство следования в области звука. Да, 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 да. Вы можете написать нам либо на почту, либо, может, вы написали в чат, и мы попробуем найти для вас человека, например, кто может проконсультировать, да, Лина, либо, например, если у нас есть уже знакомых художников, и, кстати, мы планируем либо следующую лекцию, либо четвертную лекцию, уже сделать лекцию, где, даже, наверное, не лекцию, а мероприятие на сплочении, когда каждый рассказывает то, о чем, чем он интересуется, какие у вас исследования есть, какая там философия, вот, пруфы какие у вас есть, и мы как раз выслушаем, и, возможно, прямо на лекции уже можно будет найти человека, который подойдет вам для команды. У нас есть такая ситуация, что мы сейчас должны уже начать исследования писать, вот, а на следующий год предоставить этот концепт, и на следующий год безработает, она под мамой ничего не работает, вот, а францов уже следующего года был построен, получается, сейчас уже типа в процессе, но еще ничего не делаем, вот, такая ситуация. Вы имеете в виду, что подать заявку скушно, мы, наверное, нечего вы уже неспективны. Вы можете нам написать, ну, просто для вас не важны вот эти строгие дубланы, выписаться по всегда, у нас очень много, но можете все равно нам ее послать, чтобы вы посмотрели, посмотрели, и просто вас желаю добрый день на будущее. Мне бы очень хотелось, чтобы вы можете с теми, которые работают в философии. Кстати, у нас на следующей неделе будет салда выставка, поскольку программа на первую выставку на среду со следы, она буквально 4 дня, такой, знаешь, курсом Борисовича Шенкова. А, это тоже нельзя выставить. Оно салда и салда с 28-й и в мы объявим, но, скорее всего, да, в формате звуковых сессий, философии. Ну, либо в инстаграме можно будет посмотреть подробные информации, чтобы вы сколько еще у нас есть в основном втором курсе сейчас, чтобы просто подавать на ваши курсы и присоединяйся к курсу. но как раз длится, что несколько было поселиться. Помогай сюда подать. Тоже вам написали. Да, точно. В том раз, что когда там уже пришел информация, есть, там, остается. Как шорпина с какими-то художниками приглашенными, которые приглашены две деньги, где-то больше для стран, если так же надо подработать с участием, участвовать. Но есть возможность с ним присоединяться вообще в любую длительную да, может быть даже не в формате ВКР-проекта, раз у вас ВКР-проект в следующем году будет, тогда можно будет уже с чем-то сейчас это удалировать, как бы пытать, может быть, нам на локопу, что-то еще будет. Да, мне кажется, что вообще очень классно будет, если мы как раз соберемся у вас меняем все опытом и расскажем в ближайшее время. Также в Инстаграме, ВКонтакте и на Фейсбуке Артемог. Спасибо большое, что нас послушали. Спасибо. Мы очень рады вас видеть. Да, кто-нибудь в этом году защищается? Да? Только я на своем отрицательстве. Нет, это для всех студентов на институте ВКО. То есть как раз он может объединиться с другими студентами, подать заявку и я отправил в институте в институте. Понимаешь, вот человек, который был в институте, он все для себя выяснил. Да, просто для вас открыты все курсы, которые мы есть приглашенные художники, которые проводят сессии, воркшопы, и помимо того, что это наш объект, там всегда есть парнист, которые можно присоединиться. Вот, например, есть работа созданная, когда спрашивают что они там делают. Мне кажется, они программируют звук и сверху. Какое-то было извлечение звуков из каких-то предметов, что он очень что-то интересное было. Ну, я вот не попала, не успела. А, со звуком сейчас будет высота, но, возможно, будут другие, да, в ближайшее время. Да, да. Воркшопы, которым важно присоединиться. То есть, это будет для второго курса, а это не программа, но можно будет к ней присоединяться людям, которые не уступят. просто это давайте нужно, это надо быть, да, там, свидетельствием. В инстаграме, в инстаграме, в инстаграме, в инстаграме, да. Ну, на самом деле, да, про какой-то инстаграме, вот, все происходит. Так что, ну, так же. Может быть, у тебя какие-то вопросы? Нет, может быть, да. В инстаграме? Да, А вот, ну, вот, это ваш. Инстаграм, ну, если инстаграм, это арт, смотрит, что? А, что это? Нет, просто арт. Это арт. Арт. Саня, показано, как-то, что-то. Да. Ты как-то так? Нет. Более? А, все-таки в инстаграме, да. Давайте ты и Машу. Ну что, мы тогда можем завершать трансляцию, да? Смотри, ну в общем, не знаю, я уже мне это сделать. Вот просто остановить актуальность. Если демонстрацию в том, в технической стране. Ага, ага, заканчиваем.